Да, это было сложно, это было очень долго и возможно даже в некоторых моментах неприятно. Всех приветствую. Я говорю именно о табаке Бута. У меня уже был выпуск про их классическую линейку и сейчас у меня есть Бута Дарклайн. Дарклайн, понимаете? Черная линейка. Про что я говорил, то что это было долго и тяжело и то, что я пришлось прокуривать каждый вкус, чтобы вообще как-то оценить этот табак и как-то сравнивать. Помимо того, что я здесь 12 вкусов прокурил, так еще и старые Буты пришлось прокуривать, то есть классическое, чтобы понять, есть ли вообще разница между ними по крепости и по всему остальному. Так вот, давайте собственно поговорим про этот табак. Я снял первый обзор и настала пора второго. Про черную линейку. Так вот, у меня в наличии было 12 блоков этого табака. Для чего так много мне отправили, я не знаю. Но отправили и отправили, хорошо, что отправили. Так вот, я достал с каждой по пачке. Нам нужно было достать открытые пачки, с которых я курил, а не закрытые, потому что придется все это сейчас опять нарезать. Ладно. Так вот, и сейчас собственно я расскажу про эти вкусы и вообще, что это такое и чем отличается черная линейка от слабой. Я ее прокурил, конечно же, во многом она мне как бы, ну, не то чтобы понравилась, во многом я ей поставил плюс, опираясь более как-то объективно от табака и не сравнивая его с другими табаками, чтобы не было такого, что, а, черт, он легче, там, Дарксайда, все, табак говно, я так и скажу. Нет, я пытался его ни с чем не сравнивать и просто курить, как будто это табак единственный на земле, и мне сказали, оцени его, вкусно он, невкусно. Так вот, погнали. У меня есть 12 вкусов, а первый вкус, о котором я хочу рассказать, это вишня. Другими словами, я вам скажу так, это крепкий альфакер, щербетли и адалья. Можно сказать так, да, это очень крепенький табачок и довольно-таки, собственно, интересный. Черри, вишня, очень яркая вишня, минимально химозная, минимально мыльная, очень такая нормальная вишня, я бы даже сказал, больше черешни, чем вишня. Очень интересный вкус, как бы я любитель альфакеровской вишни, но вот эта вишня немного чем-то более нахловская вишня отдает, и у нее есть какая-то своя такая нотка непонятная. Идем дальше, маракуйя. Честно скажу, этот вкус не очень мне сильно напомнил маракуйю, и я как-то вообще не понял этого вкуса, поэтому я думаю, об этом вкусе я ничего толком не смогу сказать. Да, он как бы курица, как табак это хорошо, но как вкус это не очень хорошо. Поэтому маракуйя для меня еще пока мяснее обезженная лошадка, которой все-таки нужно, мне кажется, прикуриться и понять вообще, что это за вкус такой. Голубая дыня, очень интересная такая кислая-кислая дыня, с кислиночкой, не сладкая. В миксах очень прикольно бы залетело, но, к сожалению, я прокурил все это чистым, как бы да. Голубая дыня. Идем дальше. Американский пирог, классика жанра данной ниши табака, да, это, конечно же, пироги. Американский пирог отличается от пирогов, которые есть на рынке, именно американских, тем, что он более какой-то пирожный, блядь, я хуй его знает. Пирожный, а именно приятный такой йогуртово-пирожный, то есть не йогуртово, а именно мягкий такой, тепленький вкус от йогурта этого, то есть американского пирога. Идем дальше. Дабл Эйпл, да, да, я знаю, ты ненавидишь, потому что ты мейнстримишь по... Ну а хули, конечно, типичному колянечку и сейчас хейтить двойное яблоко, это типа круто, фуууу. А я обожаю двойное яблоко, я обожаю двойное яблоко от Альфакера, но ненавижу двойное яблоко от Нахлы. И есть двойное яблоко от Черной Буты, это середина между Нахлой и Альфакером, которое можно курить. Мне очень, как бы так, ну, понравилось, так сказать, да, но не так, чтобы я на нее прям пересел с Альфакера, да. Довольно-таки прикольно, очень интересное двойное яблоко. А что касается именно анисовой составляющей, то она таким балансом, что ли, сделана, я не знаю, очень интересная. Это как проститутка, да, там, и нормальная девушка, и вот есть между ними что-то посередине. Так вот, это вот Бута двойное яблоко. Груша. Груша, мне кажется, груша, да, вообще очень сложный вкус. Я скажу так, что груша, она очень странная, резкая, дерзкая, как пуля резкая, да, она вот прям что-то корябает, стреляет. С грушей я тоже так до конца ничего и не понял, что, собственно, не происходит. Вот виноград топ однозначно, что у Альфакера виноград, что в Буте виноград, что у Нахла виноград. Это реально круто. Здесь он вот прям крутой виноград. Очень насыщенный такой виноградный. Но виноград не зеленый, а больше темный виноград. Прям вот конкретно так охуенно прям курица. А, ягоды. Ха, здесь вообще ничего не нужно говорить. Это лесные ягоды от Альфакера, только очень крепкие. Да, прям вот вкус юности, вкус ностальгии. Прям вот точь-в-точь. Я узнавал, то есть, с производителями, да, говорю, говорю, пиздец, говорю, вот ягоды, это прям Альфакер. Они говорят, типа, ну, аромка, да, альфакеровское сырье как бы наше, да. Ну, не альфакеровская аромка, а именно... Блядь, завис. Сама, то есть, аромка вкуса, как у Альфакера, вот так вот. Ностальгия. Обычная дыня, она очень сладкая такая, знаете, прям дынюшная, дынюшная. Очень интересная, также крепкая, очень интересно заходит в миксах, наверное, потому что я бы уже придумал, чем бы я и помешал бы это. Френч ваниль, да, то есть, ну, грубо говоря, без всяких таких модных начальных слов, типа френч, хуенч, пенч, ванила, черри, ванила и все остальное. Довольно-таки интересная ваниль, очень сладкая, непритерная, не пахнет туалетом, духами и каким-то маслом. Очень хорошая ваниль и для девочек она вот зайдет. Лимонный пирог, не совсем лимонный пирог, я скажу, но очень интересно. Это больше такая пирожная лимонная конфета, я не знаю, как по-другому называть, да? А, то есть, ты вначале куришь лимонный пирог, такой прям вот пирожный, но потом пирожное говорит, ладно, ребят, пока, да, я пошла. И уходит. Остается лишь конфетная лимонная тусовка. То есть, такая приятная лимонная конфета. И, конечно же, тарагон. Что такое тарагон, да, как бы, я тоже, конечно, пришлось звонить и спрашивать, что такое тарагон. Я по запаху не понял, потому что пахнет он реально не тархуном. Пахнет он чем-то другим. Но, когда ты начинаешь его раскуривать, то, соответственно, раскрывается тархун. И это очень интересный вкус. И, я думаю, мы его забьем сейчас и... Не получилось. И забьем, наверное, тархун и двойное яблоко. Да, тархун и двойное яблоко. Сейчас я покажу, как это выглядит все внутри. А угли у меня уже стоят. Внутри у нас вот такой вот, собственно, классический пакетик. Всем неизвестный, 50-граммовый. Точь в точь. Внутри черное сырье. Сейчас я за чашкой схожу. Сходил я за чашечкой, принес белую ревку, что первая под руку попалась. Сырье здесь довольно-таки черное. То есть, что здесь используется? Какой табачный лист? Давайте уже поговорим о нем. Здесь используется черная Вирджиния. Я не знаю, как точно она называется, но она типа черная. Черная патока. Соответственно, что табак сам... Это не крепкосортовые листы, а именно никотинонасыщенный. Здесь большее количество никотина. Если, допустим, в Голден Вирджинии 0,75 где-то никотина, то в этой 1,50. То есть, 1,5 никотина. И, соответственно, он здесь накуривает как бы как никотин. Ну, то есть, как мне сказали, да? То я вам и передаю. Это у нас Double Apple. Да, вот, собственно, здесь видно, да? Но сырье очень похоже на сырье Дарксайда. Я бы так сказал. Да, листы хорошего такого непереваренного Дарксайда. Так, мы взяли немного. Два иного яблочка. Сегодня будет вечеринка. Так, берем, собственно, наш тархунчик. Трахунчик. И, собственно, его сейчас тоже забьем в эту всю общую кашу. Да, пахнет он, как я и говорил, но не тархуном. Здесь что-то более другое. Но, когда куришь его, это пахнет хорошо. То есть, и немножко, собственно, тархунчика. Так, 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 все, все, все перемешаем. Что еще хочу про него сказать? Вообще, сейчас рынок очень сильно, так, под влиянием таких табаков. Есть крафт, есть что-то дорогое, а есть вот такой вот сегмент. Как бы другого больше нету. Без никотинка, она сейчас на рынке, ну, нахуй никому не нужна, согласитесь, ребят. Ну, блядь, курить без никотинку, то же самое, что дарить своей жене искусственные цветы. И, конечно же, идти спать с резиновой женщиной. Ни туда, ни сюда. Это даже не подрочить рукой, которая немела, да, совсем разные вещи. Так вот, ценовая категория табака примерно 140-150 рублей в самую жесткую розницу. То есть, максимальная его цена, она будет составлять 150 рублей за 50 грамм. Но, я вам скажу так, за 150 рублей, в принципе, это довольно-таки нормальный табак. Он, по крайней мере, нелегкий, он крепкий и он накуривает. И накуривает он не своей тяжестью, а именно количеством органического никотина в самом листе. Так, ууу, мы это все сделали. Ладно, ребятульки, я пойду быстро схожу за углями и сейчас, собственно, вернусь. Так, как говорится, с богом, да, ребят? Надеюсь, наша бута уже прогрелась. Бута, бута. Скорее всего, бута, а не бута. Как всегда, у меня неправильное ударение. А, возможно, и правильно охуешься, кто знает. Да как правильно, бута или бута. Погнали! У нас здесь двойное яблоко и, конечно же, тархунчик. Довольно-таки круто. Я еще так не мешал. Кто любит двойное яблоко, можете смешать с любым тархуном. Двойное яблоко плюс тархун. А, в пропорциях 50-50 получается реально круто. Интересно. Очень насыщенный табак. По вкусу я забыл сказать, что он реально насыщенный. Реально интересный. Также, по жаростойкости, он очень жаростойкий. Из него можно хуячить оверпаки. Прям вот, реально говорю, можно вот хуячить прям оверпаки один за одним. И табак, собственно, выдерживает все это. Я сейчас чихну. Не, не чихну. Все, он это выдерживает. И, как бы, ну, нормальный такой достойный табак на рынке. В ценовом сегменте АК-студент пошел на Севас, купил табак. Так что, я думаю, это все про табак Бута. А, вкус реально интересный. Можете забить, попробовать. Пока.